Всеми уважаемый мировой звезда, легенда тувинского горлового пения Сыгыт Каргара ушел из жизни 25 июля 2013 года. Проститься с народным хэмэйжи приехали люди со всей Тувы. Он успел провести хэмэй-2013, собирался обновить репертуар коллектива и организовать пару фестивалей – хамак-монгол и аужук-байрлалы. Но сердце не выдержало такого ритма. Не было никогда такого, что тяжеловато? Потому что мы сейчас говорим о том, что хэмэй все-таки влияет на здоровье горловика, артиста, и со временем все-таки происходят изменения в организме. Это удалось доказать на уровне федерального? Да, конечно. У меня артернативное давление, если проверить, иногда бывает 250 на 140. Я всегда же говорю, у меня рабочее давление 190 на 120. За всю сознательную жизнь Кангаро Ландар обучил сотню учеников горловому пению. Сейчас они – гордость республики. Сейчас можете что-нибудь исполнить? Вот так вот, без подготовки? Ну ладно, давайте. Если признанный народный хэмэйжи, конечно, я должен, наверное. В любом месте? Поклонники творчества народного хэмэйжи Кангаро Ландара съехали со всего мира и в этот раз. Среди них Коэ Чимакигами из Японии, Джефф Кофин, музыканты из Канады, Монголии и многие другие. Это мой второй фестиваль в Туве. Я получаю удовольствие от него. В этом году очень масштабный. Много участников из разных стран мира. Кангаро Ландара я знаю лично и даже приглашал в Японию. Тогда он снимался в фильме. Я надеялся, что в Японии. Я помню его, как сейчас, его смеющиеся глаза, как он улыбается. Он был очень светлым. С 2014 года был объявлен благотворительный марафон по сбору средств для создания стеллария, посвященного заслуженному артисту России. На стеле отражено все, что любил Кангаро Ландар. Хуреш – волна, которую он любил делать вместе со зрителями Хуреша иконные скачки. О скачках он мог говорить часами. Неустанно повторял, что скот – это стезя тувинского народа. Со скотом мы будем всегда одетые, обутые и сытые. Памятник знаменитого горловика создали Александр и Салдыс Айдупы, отец и сын. Для сбора средств было проведено не один десяток мероприятий. В итоге собрано полтора миллиона рублей. Но и этого было недостаточно. Бронзовый памятник отлет в мастерской бурятского скульптора Александра Миронова по эскизу тувинского скульптора Александра Айдупа. Вдобавок планируется сделать аллею Хэмэйжи. С местом пока не определились. Впоследствии памятник будет установлен на аллее. Сразу после открытия памятника в Национальном театре Тувы состоялся концерт воспоминания. В имени Кангарола звучит тувинский хэмэй. Почтить память великого Хэмэйжи пришли друзья, родные, коллеги, именитые и начинающие исполнители горлового пения, а также гости фестиваля из ближнего и дальнего зарубежья. Зрителям показали отрывки фильма «Джингл-блюз». На экране архивные кадры маленьких учеников Хэмэйжи, самого артиста и отрывки из гастрольных туров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Нам помог весь народ Туэй. Мы благодарим всех, кто внес свою лепту в создание памятника нашего учителя. Это большое достижение. Мы продолжим проводить благотворительный марафон. Это будет данью в благодарность нашему учителю за все, что он сделал. Лейман де Джордж познакомился с кангаролом Андаром в США. Народный хомежи обратился к нему с просьбой создать фильм. «Кангарол изменил всю мою жизнь, внес целую палитру красок. Не ожидал, что это знакомство повлияет на мою дальнейшую судьбу», – поделился Лейман де Джордж. Через кангаролу Андара полюбил Туву, его народ с обычаями и традициями, и, конечно, горловое пение. На сцене супружеский и творческий тандем. Как рассказал ведущий вечера Шон Куирк, он из Америки, она из Вьетнама, живут в Китае. Защитили докторскую диссертацию на тему тувинского горлового пения кангарола Андара. Сегодня с удовольствием принимают участие в фестивале. В рамках фестиваля проводится международный конкурс «Дембельдэй». Конкурс объявлен среди солистов и ансамблей по двум номинациям – «Хэймэй» в традиционном исполнении и «Хэймэй» в современной интерпретации. Гала, концерт и награждение победителей фестиваля проводятся сегодня в Национальном театре Тувы. Те, кто желает внести пожертвования, могут прийти в Центр тувинской культуры. Диана Баэмбул, Сэрисховалы, телекомпания «Новек».